Свой товар грибники возят в Самару в основном из Ульяновской области. Светлана Григорьева рассказывает, лиса там буквально устлано грибами. Главное внимательно осматривать каждый грибочек. Врага надо знать в лицо. Опенок должен, если ложный, поясочка нет, юбочка у него должна быть. Я сама их собирала лично. Я даже перебираю грибы. Собрать съедобные грибы – полдела. Важно их правильно приготовить. В первую очередь, как можно дольше варить, чтобы избавить продукт от смолоподобных веществ. Это сильный раздражитель для желудка. Опаснее всего отравиться бледной поганкой. В большинстве случаев это летальный исход. Но чаще всего, говорят, грибники – камень преткновения, старые добрые опята. Луд лжиопенок, чаще всего, например. Или, например, даже не свежий гриб. На вид он вроде как бы есть, но на самом деле бывает, что... Ну, в крайнем случае расстройство это точно обеспечено. Первые симптомы отравления – тошнота, рвота, боль в животе. В зоне риска – дети и пожилые люди. Если ядовитый гриб все же угодил вам в тарелку, врачи рекомендуют немедленно вызвать скорую. А до ее приезда промыть желудок водой комнатной температуры. Тем, кто все же не представляет своей жизни без грибов, врачи советуют – без фанатизма. Грибы должны быть добавкой к еде, а не основным блюдам. Лучше всего есть грибы в первой половине дня и ни в коем случае не объедаться. Но главное средство от отравления – внимательность и осторожность. Покупать на рынке в магазине дикие грибы – это дикость в наше время. Никто же не знает, в каком месте эти грибы были собраны, какая там экологическая обстановка. Как они хранились, вот тем человеком, который их собрал, сколько они хранились, я считаю, что это опасно. Ну, можно купить грибы, которые выращены в закрытом грунте. Шампиньоны, шиитаки, вешенки. У рьяных поклонников грибов свои рецепты здоровых блюд. Нельзя, чтобы среди съедобных затесался хотя бы один ядовитый. Когда варишь, надо пробовать бульон. Я попробовала бульон. А когда собирала, мне показался один грибочек какой-то такой сомнительный. Стала отварить бульон, пробую, а он горький. Все два ведра в унитаз. В лес или в магазин по грибы следует ходить со знанием дела. Девиз «Не знаешь, не бери» одинаково актуален и для грибников, и для покупателей. Валерия Макарова, Алина Чемерец, Дмитрий Мешканцов. События.